Виктор Захаров Лучший хоккейный новогодний подарок, который ты получал или дарил? Я думаю, скорее всего, в детстве, когда родители или тренер дарили что-то из формы, потому что раньше это был как бы дефицит. И у родителей особо не было денег, чтобы там новую форму покупать. Все было облушное. Ну, по-моему, на день рождения или на Новый год, у меня день рождения 8 января, там все эти праздники, мой первый тренер подарил мне перчатки. Это мне 8 лет. Каким будет первый новогодний наряд дочери? О, это хороший вопрос. Там жена моя Настя уже что-то подобрала. Я думаю, красивый будет. Да вряд ли, она маленькая еще, она только родилась 8 месяцев. Поэтому не думаю, что какой-то персонаж, но что-то новогоднее. Самому интересно. Топ-3 события личной и профессиональной жизни в 2019 году. Ну, наверное, самое главное – это рождение дочери. Это ничего не может, никакое событие перебить это событие. Потом второе событие – это наше чемпионство, наверное. И вот в преддверии рождения дочки у меня прямо все получалось на льду, и я получил этот приз MVP. Потом, когда я шутил с женой, она мне принесла еще один MVP. Поэтому вот эти события. Вроде два только назвал. Третье. Континентальный кубок, наверное. Топовое событие. Но чуть-чуть, как все знают, не получилось. Не хватило буквально полочка. В костюме какого супергероя ты бы хотел встретить 2020 год и почему? Ну, этот вопрос не для меня, потому что я с детства как-то не сложилось. У меня не люблю фантастические фильмы и этих всех супергероев. Не знаю, не люблю фантастику. Как-то так. Но если выбирать, то, наверное, Дед Мороз. Потому что Новый год мой любимый праздник с детства. С детства любимый фильм «Один дома», как и у большинства детей, наверное. Я до сих пор 31 декабря каждый год смотрю. Какие блюда обязательно должны быть на твоем новогоднем столе? Ой, это надо было адресовать моей маме. Ну, как обычно, все как положено. Шуба, оливье, салатики вот эти все. Картошечка, холодец обязательно. Из сладкого, мандарины, конфеты. В общем, классический такой новогодний стол, я думаю. Какие качества в тебе воспитал хоккей? Ну, наверное, характер. Такой закаленный в плане того, что много вещей приходится преодолевать и делать через «не могу» или «не хочу». И та же самая работа на тренировках. Бывало еще и с самого детства, и такие моменты, когда вообще не хотелось играть, хотелось забросить это все дело. И вот поэтому, наверное, характер, потому что уже когда в профессиональном хоккее ты хочешь, не хочешь, ты должен ходить на работу. И выполнять свою работу, даже если у тебя нет, например, желания или еще чего-то. Ну, и, конечно, преодолевать травмы, потому что это очень тяжело выбивает из колеи. Бывает, что тоже тяжело потом вернуться, но ни разу не было во время уже профессиональной карьеры мысли и там заканчивать или еще что-то. Поэтому, наверное, вот это качество. Да, ну, я бы не сказал, что мне было детство. До шести лет, пока я хоккеем не занимался, я играл в футбол и потом продолжал играть в футбол во дворе. И в школу ходил, я в Киеве жил и занимался хоккеем. Ну, уж, конечно, пропускал уроки, но так старался, старался и в школе успевать. Да, на самом деле, классное детство было, даже если чуть-чуть, может, отличалось от других детей, тех, кто спортом занимается. А так, в принципе, не могу сказать, что прям так не было детства. Нормально ли? Есть ли в твоей жизни ситуации, которые можно назвать новогодним чудом? Ну, не знаю. Гол Мазура в этом, в Браварахе. Чудо, наверное. Владик, привет. Ну, вот. Да, я не знаю. Все как-то так, ну, все события, что тяжело чудом назвать. В этом году ты в пятый раз стал чемпионом Украины. Какие особенные эмоции вызвал юбилейный титул? Отличаются ли чувства от первого и пятого чемпионства? Могу сказать, что это шестое чемпионство подряд. Потому что перед этим я выиграл в Казахстане еще. Поэтому я считаю так. Эмоции каждый раз одинаковые. Ты рад, что ты выполнил задачу. Рад за команду, за партнеров. И вот, скажу честно, в этом году я пришел в раздевалку после того, как закончилось это все празднование с кубком. И просто сел, и все. И у меня уже не было ни сил, ни настроения такого. Тогда еще никто не знал, что я на чемпионат мира не поеду. Это час можно рассказать. Я знал, что для меня сезон официально закончен. Потому что мы ждали дочку. И я уже был полностью опустошен. Потому что реально тяжелый-тяжелый был плей-офф. Если учитывать еще начало сезона, то мы отставали на много очков от лидеров. Поэтому так. В Донецке я тогда был один из самых молодых в команде. Я не играл плей-офф ни одной игры. Поэтому не могу сказать, что я там сильно был рад. Так, сфотографировался с кубком. Потом просто ты уже... Ну, к такому нельзя привыкнуть. Но когда это уже не один год подряд, ты уже просто знаешь, как вот подготовиться к плей-офф, как играть, как потом праздновать. Ну, каждый раз особенный. Ну, разные сезоны, разные ситуации. Поэтому... В Казахстане было прикольно, потому что мы с Сашей Победоносовым приехали, с первого раза выиграли, вернулись домой и сказали друг другу, что больше в Казахстан не хотим. Ну, не знаю. Для меня это был вообще первый опыт игры за границей. И как-то было так непривычно, очень далеко от дома, разница во времени. И раз мы уже выиграли с первого раза, то... Ну, никогда не игри никогда, но я пока не хочу в Казахстан. Так, какие новогодние традиции есть в вашей семье? Каждый год мы встречаем Новый год все вместе, у родителей дома. И когда я познакомился с Настей, я ее потянул к этой традиции. Она встречает каждый год с моими родителями. Год назад или два и Настин родители с нами отмечали. Но в моей жизни не было ни одного года, который я не встретил бы дома с родителями и сестрой. Поэтому... И в этом году тоже менять традицию не будем. Но с нами еще будет один человек маленький. Так, если бы ты мог изменить одно событие 2019 года, что бы это было? Я бы изменил игру с Краковым, наверное. Ну как, не изменил бы, убрал бы пару ошибок и своих лично тоже. В костюме какого персонажа вы были на детских утренниках? О, я даже не помню. Помню какую-то, не знаю, морковку, что-то на высу было. Что-то такое... или я не помню. Очень... Ну, очень здорово. И вот от этого, наверное, все выиграют. А когда мы выиграем, болельщики еще и рады. Поэтому тяжело представить игрока, которому не нравилась там поддержка атрибун. Ну, а для меня еще и на выезде, если даже против тебя болеют, это тоже как заряжает. В любом случае, где бы ты ни играл, дома на выезде, главное, чтобы были полные трибуны. Самый эмоциональный момент 2019 года. Ну, это было рождение дочери было. Потому что я с Настей, женой, не был в роддоме. Я сидел рядом под окном. И, ну, долго сидел, полдяди-то и сестрой. И потом позвонила Оксана Ивановна, это мама Насте. И сказала все. Точнее, не позвонила. Она по Viber скинула фотку дочке. Я вообще... Я начал сразу там... Я тоже такой сентиментальный, эмоциональный человек. Я начал плакать. Позвонил своей маме сразу. Она тоже начала плакать. Позвонил папе. Короче, всем начал звонить. Потом через час меня пустили туда. В общем, как это бывает. И вот это, наверное, 1-0 лет. Как символично, что это был последний вопрос в корзинке. Если ты хочешь выиграть вот эту авторскую игрушку, добавляй фото в социальной сети с хештегом ХКД2020 и став активную метку на меня, я выберу победителя вот этой суперклассной игрушки. иду за рекордом. Все, проиграл. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю всем крепкого здоровья, в первую очередь. Удачи, успехов, благополучия. Исполнение ваших самых заветных желаний. Чтобы все у вас было хорошо. Чтобы на столе всегда была купа ежи. Всем друзьям, родственникам, близким, знакомым. Всем болельщикам нашим. Всех, кого я знаю. Всем желаю только самого наилучшего в 2020 году. Я думаю, что он будет лучше, чем в 2019. Все будет хорошо. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин